начало евангелия иисуса христа сына божьего как написано у пророков вот я послала ангела моего пред лицом твоим который приготовит путь то перед тобою глазу пьющего в пустыне приготовьте путь господу прямыми сделать истези ему явился иван с креста в пустыне проповедуя крещение покаяния для прощения грехов и выходили к нему все страна иудейской иерусалимляне и крестились от него все в реке иордане исповедуя грехи свои иван же носил одежду и забрежал волосы и поиск кожаный на чреслах своих и елокриды и дикий мед и проповедовал говоря идет за мною сильнейший меня у которого я не достоин наклонившись разрезать ремень обуви его я костил вас водою он будет крестить вас духом цветы и и было в те дни пришел иисус из назарета галилейского и крестился от иоанна в иордане и когда выходил из воды тот час увидел иоанна разверзающиеся небеса и духа как голубя сходящего на него и глаз был с небес ты сын мой возлюбленный в котором мое благоволение немедленно после как дух ведет его к пустыню и был он там в пустыне сорок дней искушаемый сатаной и был со зверями и ангелы служили ему после того же как предан был иоанн пришел иисус с галилея проповеда евангелие царство божие и говорят что исполнилось время приблизилось царство божие покайтесь и верите евангелию проходя же мимо близ моря галилейского увидел симона и андрея брат его закидывающих сети в море ибо они были рыболовы и сказал им иисус идите за мною и я сделаю что вы будете ловцами человеков и они тотчас оставив свои сети последовали за ним и пройдя оттуда немного он увидел якова зеведеева и иоанна брата его также в лодке починивающих сети и тотчас призвал их и они оставив отца своего зеведеев в лодке с работниками последовали за ним и приходят в капернаум и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил и делились его учению ибо он учил их как власть имеющий они как книжники в синагоге их был человек одержимым духом нечистым и скричал оставь что тебе до нас иисус назарянин ты пришел погубить нас знаю тебя кто ты святой божий но иисус запретил он говорить говоря замолчи и выйди из него тогда дух нечистым сотняши войск кричал громким голосом вышел из него все уже шнулись так что друг друга спрашивали что это что это за новое учение что он и духом чистым повелевает властью и они повинутся ему из коды скоро зашла шаня молва по всей окрестности в галилее выйдет скорей синагоги выйди скорой из синагоги в пришли в дом симона и андрея с яком иоанном теща же симонова лежала в горячке этот час говорят ему о ней подойдя он поднял ее взял ее за руку и горячка тот час оставила ее ее и она стала служить им при наступлении же вечера когда заходило солнце приносили к нему всех больных и без бесноватых и весь город собрался к дверям и он исцелил многих страдавших различными болезнями изгнал многих бесов и не позволил бесам говорить что они знают что он христос а утром став весьма рано вышел и удалился в пустынное место и там молился симоны бывшие с ним молились за ним вошли за ним и найдя его говоря ему все из тебя он говорит им пойдем в ближнее селение города чтобы мне и там проповедовать ибо я для того и пришел и он проповедовал синагоги их по всей галилеи изгонял бесов приходит к нему прокаян прокаженный и умоляя его падая пред ним на колени говорит ему если хочешь можешь меня очистить иисус умилосердившись над ним простил руки коснулся его сказал ему хочу очистить после всего слова после всего слова проказа тотчас зашла с него и он стал чист и посмотрев на него строго тотчас это слава и сказал ему смотри никому ничего не говори но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое что поведал моисея его свидетельствуем он выйдя начал разглашать и рассказывать о происшедшем так что иисус не мог уже явно войти в город но находился вне в местах пустынных и приходили к нему отовсюду исцеление расслабленного власть прощать грехи призвание левия опасти новое вино и новые мехи сын человеческий есть господин и суббота через несколько дней опять пришел он в капернал и слышно стало что он в доме тача же собрались многие тача же собрались многие так что уже и не и дверей не было места и он говорил им слово и пришли к нему расслабленным который унесли четверо четверо и не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством раскрыли кровлю дома где он находился и прокопав ее спустили постель на которой лежал расслабленный иисус видя веру их говорит расслабленному чада прощаются тебе грехи твои тут сидит сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих что он так богохульствует что может прощать грехи кроме одного бога иисус тотчас узнал духом своим что они так помышляют себе сказала для чего же так помышляете сердцах ваших что легче сказать не расслабленному прощается тебе грехи или сказать встань возьми свою постель и ходи но чтобы вы знали что сын человеческий имеет власть на на земле прощать грехи говорит расслабленному тебе говорю встань и возьми постель твою иди в дом твой он тотчас стал и взял в постель вышел перед всеми так что все изумлялись и прославляли бога говоря никогда ничего такого мы не видали и вышел иисус опять к мою и весь народ подошел к нему и он очил их и он проходя увидел он левия алфеева сидящего у сбора пошлин и говорит ему следуй за мною и он стал последовал за ним и он стал и последовал за ним и когда иисус возлежал в доме его возлежали с ним ученики его и многие мытари и грешники ибо много их было и они следовали за ним книжники и фарисеи увидев что он есть мытарями и грешниками говорили ученикам его как это он ест и пьет с мытарями и грешниками услышав сие иисус говорит ему нездоровые имеют нужду во враче но больные я пришел призывать не праведников но грешников к покаянию ученики и иоанновы и фарисейские постились приходят к нему и говорят почему ученики и иоанновы и фарисейские постятся от твои ученики не постят и сказал иисус могут ли постится сыны чертога брачного когда с ними жених да коли с ними жених не могут поститься но придут никогда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплат из небеленной ткани, иначе вновь пришитое дерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут, но вино молодое надо вливать в мехи новые. И случился ему в субботу приходить к засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему, смотри, что он не делает в субботу, чего не должно делать. Он сказал им, неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду, и взолкал сам и бывший с ним. Как вошел он в Дом Божий при первосвященнике Анеафаре, ел хлебы, предложения, которые не должно было есть никому, кроме священников, и дал им и бывшим с ним, и сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему сын человеческий есть господин из субботы. Исцеление Сухорукова в субботу, за ним последовало множество народа. И пришел опять в синагогу, там был человек, имевший яс и сохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли их в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшую и сохшую руку, встань на середину, а им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить, но они молчали. И, возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит, тому человеку протяни руку твою. Он протянул из стола рука его здорового, как другая. Фарисеи выйдя немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилея и Иудеи, Иерусалима и Идумея из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тиро и Сидона услышав, что он делал, шли к нему в великом ностре. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил так, что имевшие язвы бросились к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали пред ним и кричали, ты сын Божий. Но он строго запрещал им, чтобы они не делали его известным. Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. И чтобы они имели власть исцелять от болезни, изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр. И Якова Зеведеева, Иоанна, брата Якова, нарекший им имена Воцергис, Воанергис, то есть сыны Грома. Сыны Громова Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матвея, Фому и Якова, Офеева, Фадея, Симона, Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Приходят в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеб, было и хлеба есть. И услышав ближние его, и услышав ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники пришедших из Иерусалима говорили, что он имеет в себе везде вуласть, что изгоняет бесов силой бесовского князя. И призвав их с говорилом, как может сатана изгонять сатану. Если царство разделится само в себе, не можешь устоять царство, то если дом разделится сам в себе, не может устоять дом, то если сатана восстал на самого себя и раздился, не можешь устоять, но пришел конец его. Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжешь сильного, тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сыном человеческим все грехи и хуления, какими бы его ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. И пришли матери и братья его, и стояв вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои вне дома и спрашивают тебя, и отвечал им, кто матерь моя и братья мои. И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя, и вот братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. И притча сетели и семени. Замечайте, что слышите, притча о растущем семени, горчичном зерне, и ветер и море повинуются ему. И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, и весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем он говорил, слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге и налетело. Птицы поклевали то, иное упало на каменистое место, где немного было земли. И вскоре зашла, потому что земля была неглубока. Когда же вошло солнце увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла, и заглушило семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю, и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное шестьдесят, иное что. И сказал им, кто имеет уши, слышит, да услышит. Когда же остался без народа окружающего? Вместе с двенадцатью спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия. И вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притче. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Да не обратятся и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимайте этой притчи. Как же вам уразуметь всей притчи? Сеятель слова сеет. Посеянное при дороге означает тех, которым сеется слово, но которым, когда услышит, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышит слово, тотчас радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Посеянное тернии означает слышащих слова, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают и приносят плод один в тридцать, другого в шестьдесят, иной во сто крат. И сказал им, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать, не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши, слышит, да услышит. И сказал им, замечайте, что слышите, какой меры мерите, такой отмеренно будет вам и прибавлено будет вам слушающим. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. И сказал Царство Божие, подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. И сказал, чему подобим Царствие Божие, или какую притчу изобразим его. Но, как зерно горчичное, которое, когда свисеется в землю, есть меньше всех семян на земле, а когда посеяно, сходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные. И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи же не говорила, а ученикам наедине изъяснял все. Вечером того же дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке, с ними были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, на возглавии его, будет, и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав, он запретил ветру и сказал, море умолкни, перестань, ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, что вы так боязливы, как у вас нет веры? И обоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер и море повинуется ему? Глава пятая. Потому что многократно он был скован цепями. И скован он оковыми цепями. Но раздавал цепи и разбивал оковы, и никто его не силы было укоротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камне. Увидев же Иисуса, издалека прибежал, поклонился ему. И, вскричав громким голосом, сказал, что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего. Заклинаю тебя Богом, не мучь меня. Ибо Иисус сказал ему, выйди, дух нечистый из всего человека. И спросил его, как тебе имя? И он сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послужил там при горе большая старость свиней. И просили его все бесы, говоря, пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них. Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремил старость кочизны в море, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Иисус приходит к Иисусу и видит, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым и о свинях. И начали просить его, чтобы отошел он на пределах их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не позволил ему, не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим, и расскажи им, что сотворил с тобой в Господе, и как помиловал тебя. И пошел, и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус. И все удивились, когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа, и он был в море. Он был в море. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам, усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним, за ним последовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы. Но пришло еще худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади к народе и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила, «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тот час же иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила. Обратился к народе и сказал, «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему, «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы увидеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала пред ним и рассказала ему всю истину. Он же сказал ей, «Черри, вера твоя спасла тебя, иди в мире, и будь здорова от болезней твоей». Когда же он еще говорился, ее приходят от начальника синагоги и говорят, «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав все слова, тот час говорит начальнику синагоги, «Не бойся только веры». И не позволил никому следовать за собой, кроме Петра Якова и Иоанна, брата Якова. Он приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И войдя, говорит им, что смущаетесь и плачете. Девица не умерла, но спит, и смеялись над ним, но он выслал всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей, «Талифа куми», что значит «девица», тебе говорю, стань. И девица тотчас стала, начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовало ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие услышали о изумленном говоре, или откуда у него это, что это за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. Не плотник ли он в сын Марии, брат Якова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, «Не бывает, пророк, без чести, разве что в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда. Только на немногих больных возложил руки из цедилов. И дивился, не верю их, потом уходил по окрестным селениям и учил. И, призвав двенадцать, начал посылать их по два. И дал им власть над нечистыми духами. И заповедовал им ничего не брать в дорогу, Кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе. Ни меди в поясе. И, призвав двенадцать, начал посылать их по два, И дал им власть над нечистыми духами. И заповедовал им ничего не брать в дорогу, Кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе. Но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, Оставайтесь с нем, доколь не выйти из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, То, выходя оттуда, отресите прах от ног ваших. Во свидетельство на них. Истинно говорю им, отраднее будет Содом и Угамори в день суда, Нежели тому городу. Они вошли, проповедовали покаяние, Изгоняли многих бесов и многих больных, Мазали маслом и исцеляли царидов. Ирод услышав об Иисусе, Ибо имя его стало гласно, говорил, Это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, И потому чудеса делаются им. Другие говорили, это Илья, А иные говорили, это пророк, Или как один из пророков. Ирод же услышав сказал, Это Иоанн, которого я обезглавил, Он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод послал, взяв Иоанна, И закучил его в темницу за Иродиаду, Жену Филиппа. Братцео, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, Не должно тебе иметь жену, Брата с твоего. Иродиада же, злобясь над него, Желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, Зная, что он муж праведный и святой, И берег его, Многое дело слушаясь его, И с удовольствием слушаясь. Настал удобный день, Когда Ирод по случаю дня рождения своего Делал пир вельможем своим, Тысяченачальником и старейшинам галилейским. Дочь Радиады вошла, Плясала и угодила Ироду. И возлежавшийся с ним царь сказал девице, Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе. И клялся ей, чего не попросишь у меня, Дам тебе даже до половины моего царства. Она вышла и спросила у матери своей, Чего просить. Та отвечала головой Иоанна Крестителя. И она тотчас пошла с поспешностью к царю И просила, говоря, Хочу, чтобы ты дал мне теперь же На блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы И возлежавшийся с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, Царь повелел принести голову его. Он пошел, отек ему голову в темнице, Принес голову на блюде и отдал ее девице. А девица отдала ее матери своей. Ученики же услышав, Пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу И рассказали ему все, Что сделали, чему научили. Он сказал им, Пойдите вы одни в пустынное место И отдохните немного, Ибо много было приходящих и отходящих, Так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидев, как они отправлялись, Многие узнали их, И бежали туда пешие из всех городов, И предупредили их, И собрались к нему. Иисус, выйдя, увидев многих жертвов народа, И жалился над ними, Потому что они были, как овцы, Не имеющие пастыри, И начал изучить Иисус много. И как времени прошло много, Ученики его, Приступив к нему, Говорят, Место здесь пустынное, А времени уже много. Отпусти их, Чтобы они пошли в окрестные деревни, И селения купили себе хлеба, Ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ, Вы дайте им есть. И сказали ему, Разве нам пойти купить хлеба и динариев на 200, И дать им есть? Но он спросил, Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали, Пять хлебов и две рыбы. Тогда поведел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял пять хлебов и две рыбы, И, возрев на него, благословил, И преломил хлебы, И дал ученикам самим, Чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех, И ели все и насытились. И набрали кусков хлеба, И остатков от рыб 12 полных коробов. Было же уевших хлебы около 5000 мужей. И тот час понудил учеников своих войти в лодку, Отправиться вперед на другую сторону, Гвихсаиде, пока он отпустит народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, А он один на земле. И увидел их, бедствующих в плавании, Потому что ветер им был противный. Около же четвертой стражи ночи подошел к ним. Идя по морю, хотел миновать их. И они, увидев его, идущего по морю, Подумали, что это призрак, и скричали. Ибо все видели его и испугались. И тот час заговорил с ними и сказал им, Ободритесь, это я, не бойтесь. И вошел к ним в лодку. И ветер утих, и они чрезвычайно Изумляя себя удивились, Ибо они вразумились чудом над хлебами, Потому что сердце их было окаменено. И перебравшись, прибыли в землю Генесарецкую, И пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, Тот час жители, узнав его, Обижали всю окрестность, Ту и начали на постелях приносить больных, Туда, где он, как слышно было, находился. И куда бы ни приходило, Силение ли, в города ли, в деревни, Ли клали больных на открытых местах, И просили его, чтобы им прикоснуться, Хотя край одежды, у которой мы прикасались к нему, И исцелялись. Глава седьмая. Предание старцев, обвинение фарисеев, Исходящее из человека, Скверняет его. Псы под столом едят крохи у детей, Исцеление глухого, косноязычного. Собрались к нему фарисеи, И некоторые из книжников, Пришедшие из Иерусалима, Увидев некоторых из учеников, Его, евших хлеб нечистыми, То есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи сей, иудеи, Держаясь пред данию старцев, Не едят, не умыв тщательно рук. Не едят, не умыв тщательно рук. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, воистину воскрес. Христос воскрес, воистину воскрес. И придя с торга, не едят, не омывшись. Есть многое другое, чего они приняли держаться, Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают фарисеи и книжники, Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, Но не умытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ, Хорошо пророчествовал вас в лицемерах Исаия, Как написано, Люди сии чтут меня устами, Сердце же их далеко отстает от меня, Но тщетно чтут меня, Уча учением заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, Держитесь предания человеческого, Омовение кружек и чаш, И делайте многое другое и всему подобное. Я сказал им, Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, Чтоб соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал, Почитай отца своего и мать свою, И злославящий отца или мать смертью до умрет. А вы говорите, Кто скажет отцу или матери, Корван, То есть дар Богу то, Чем бы ты от меня пользовался? Тому вы уже пропускаете, Ничего не делать для отца или матери своей, Устраняя слово Божие предание вашим, Которое вы установили, И делайте многое и всему подобное. И призвав весь народ, Говорил им, Слушайте меня все и разумеете, Ничто, входящее в человека извне, Не может осквернить его, Но что исходит из него, То оскверняет человека. Если кто имеет уши, Слышит, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, Ученики его спросили о притче. Он сказал, Неужели вы так непонятливы? Неужели не разумеете, Что ничто извне, Входящее в человека, Не может осквернить вам? Потому что не в сердце его входит, А в чрево, И выходит вон, Чем очищается всякая пища. Далее сказал, Исходящее из человека, Оскверняет человека. Ибо изнутри, Из сердца человеческого, Исходят злые помыслы, Прелюбодеяние, Любодеяние, Убийство, Кражи, Лихаинство, Злоба, Коварство, Непотребство, Завистыва, Ока, Богохульство, Гордость, Безумство, Все это зло изнутри, Исходит, И оскверняет человека. И отправившись оттуда, Пришел в пределы Тирский, Исидонский, И, Войдя в дом, Не хотел, Чтобы кто узнал, Но не мог утаиться. Ибо услышала о нем Женщина, Которая дочь одержима Была нечистым духом, И придя, Припала к ногам, А женщина та была Язычница родом, Серафиникиянка, И просила его, Чтобы он изгнал Беза из ее дочери. Но Иисус сказал ей, Дай прежде насытиться детям, Ибо нехорошо взять хлеб у детей И бросить псам. Она рассказала ему в ответ, Так, Господи, Но и псы под столом Идят крохи у детей. И сказав ей за это слово, Пойди, Без вышел с твоей дочери. И придя в дом свой, Она нашла, Что Без вышел, И дочь лежит на постели. Выйдя с пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел К морю Галилейскому Через пределы Десятиградия. Привели к нему Глухого, Косноязычного, И просили его Возложить на него руку. Иисус, Отведя его в сторону От народа, Вложил персты свои В уши ему И, плюнув, Коснулся языка. И, возрев на небо, Дохнул, Сказал, Ефафафа, То есть, Отверзнись, Ефафа. Ефафа. И тот час Отверзся у него слух И разрешились Узы его языка И стал говорить им чисто. И повелел им Не сказывать никому, Но сколько он не запрещал им, Они еще более разглашали. И чрезвычайно Дивились и говорили, Все хорошо делают, И глухих делают Слышащими, И немых говорящими. Глава восьмая. Насыщение Четырех тысяч. Глава восьмая. Фарисеи ищут знамения. Берегитесь Закваски фарисейской. Исцеление Слепого В Ивсаиде. Петр Проповедует Иисуса Христом Свой крест Сбереженная Потерянная Жизнь. В те дни, Когда собралось Весьма много народа И нечего было им есть, Иисус, Призвав Ченников своих, Сказал, Жаль мне народу, Что уже три дня Находятся при мне И нечего им есть. Если не ешь, Я отпущу их В домы Их ослабеют в дороге, Ибо некоторые из них Пришли издалека. Ученики Отвечали ему, Откуда мог бы Кто взять Здесь в пустыне Хлебов, Чтобы накормить их. И спросил их, Сколько у вас хлебов? Они сказали, Семь. Тогда велел народу Возвлечь на землю, Взяв семь хлебов И воздав Благодарение, Преломил И дал ученикам Самым, Чтобы они раздали. И они раздали народу. Было у них Немного рыбок Благословив, Он велел раздать их. И ели Насытились И набрали С оставшихся Кусков Семь корзин. Евших же Было около Четырех тысяч. И отпустив их, И тотчас Завойдя в лодку С учениками Своими Прибыл В пределы Далмануски. Вышли фарисеи И начали с ним Спорить И требовали От него Знамения С неба, Искушая его. И он глубоко Вздохнул, Сказал им, Для чего Род сей Требует Знамения? Истинно, Говорю вам, Не даст Роду Сему Знамения. И оставших Их опять Вошел в лодку И отправился По ту сторону. При всем Ученики Его забыли Взять хлебов И кроме Одного хлеба Не имели С собой В лодке. А он Заповедовал им, Говоря, Смотритесь, Берегитесь Закваски Фарисейской И закваски Иродовой. И рассуждая Меж собой Говорили, Что значит, Что есть Хлебов Нет у нас? И Иисус Веразумев Говорит им, Что рассуждаете О том, Что нет у вас Хлебов Еще ли Не понимаете Или не разумеете Еще ли Не окамену У вас сердце Имея очи Не видите Имея уши Не слышите И не помните Когда я Пять хлебов Преломил Для пяти тысяч Человек Сколько полных Коробов Набрали вы Кусков Говорят ему Двенадцать А когда Семь для четырех Тысяч Сколько корзин Набрали вы Оставшись у кусков Сказали Семь И сказал Как же вы Не разумеете Приходит Вивсаиду А он взял Слепого За руку Вывел его Вон Из селения И плюнув Ему на глаза Возложил на него Руки И спросил Видит ли Что Он взглянув Сказал Вижу Приходящих Людей Как деревья Потом Опять Возложил Руки На глаза Ему И велел Ему взглянуть И он исцелел И стал Видеть Все ясно И послав Его домой Сказав И сказав Не заходи В селение И не рассказывай Никому В селении И пошел Иисус С учениками Своими В селении Кесарии Филипповой Дорогу Они спрашивали Учеников Своих За кого Почитают Меня люди Они отвечали За Иоанна Крестителя Другие же И за Илю А иные За одного Из пророков Он говорит им А вы за кого Почитаете Меня Петр Сказал ему В ответ Ты Христос И запретил им Чтобы никому Не говорили О нем И начал учить Их Что сыну Человеческому Много Должно Было Пострадать Быть отверженным Старейшинами Перезащищенниками Книжниками И быть убитым В третий день Воскреснуть И говорил о всем Открыто Но Петр Отозвав его Начал прикословить Ему Он же Обратившись Глянув На учеников Своих Воспретил Петру Сказав Отойди от меня Сатана Потому что Ты думаешь Не о том Что Божие Но что человеческое И подозвав Народ с учениками Своими Сказал Кто хочет Идти со мной Отвергни себя И возьми Крест свой И следуй за мною Ибо кто хочет Душу свою сберечь Тот потеряет ее А кто потеряет Душу свою Ради меня И Евангелия Разбережет ее Ибо какая польза Человеку Если он приобретет Весь мир А душе своей Повредит Или какой выкуп Человек даст За душу свою Ибо кто Постыдится Меня за И моих слов Вроде с тем Прелюбодейным И грешным То постыдится И сын человеческий Когда придет В славе Отца своего Со святыми Ангелами И сказал им Истинно говорю вам Есть некоторые Стоящих здесь Некоторые Не вкусят смерти Когда же Увидишь же Царство Божие Пришедшее в силе И по пришествии Дней Шести Взял Иисус Петра Якова Иоанна Возвел на горы Высокого особо Из них И преобразился Перед ними Одежды его Сделались Блистающими Весьма белыми Как снег Как на земле Белильщик Не может выбереть И явился Эмилия С Моисеем И беседовали С Иисусом Присем Петр Сказал Иисусу Равии Хорошо нам здесь Быть сделан Трекущий Тебе одну Моисею И одну Ильи Ибо не знал Что сказать Потому что Они были в стране И явилось Облако Синяющее их Из облака Ишел глаз Глаголющий Сей сын Мой возлюбленный Его слушайте И внезапно Посмотрев Вокруг него Более Собой не видели Кроме одного Иисуса Когда же сходили Когда же сходили С горы Однако Сделалось Блестащим Весьма белыми Как снег Как земля Беличик Не может убедить И явился Им Илья С Моисеем Когда сходили Они с горы Он не велел Никому Рассказывать О том Что видели Таколе Сын человеческий Не воскреснет Из мертвых И они удержали Это слово Спрашивал Друг друга Что значит Воскреснуть Из мертвых И спросили Как же Книжники Говорят Что Ильи Надлежит Прийти Прежде Он сказал В ответ Правда Илья Должен Прийти Впрежде И устроить Все И сыну Человеческому Как написано О нем Надлежит Много Пострадать И быть Уничижен Но говорю Он Что Илья Пришел И поступили С ним Как хотели Как написано О нем Придя К ученикам Увидел Много народа Около них И книжников Спорящих И И Сказал Он И Сказал Отсказал Он В ответ Правда Илья Должен Прийти Прежде Устроить Свою Сыну Человеческому Как написано О нем Разрежит Много Пострадать И быть Уничижен Но говорю Что Илья Пришел Поступили С ним Как хотели Как написано О нем Придя К ученикам Увидели Много народа Уколо них И книжников Спорящих С ними Тогда Тот час Увидев Весь народ Изумился Подбегая Приветствовали Его Он Спросил Книжников О чем Спорите С ними О чем Спорите С ними Один из народа Сказал В ответ Учитель Я привел К тебе Сына моего Одержимого Духом Немым Где не схватывает Его Повергает Его На землю И он Успускает Пену Скрежеющих Зубами Своими И цепенеет Говорил Ученикам Твоим Чтобы Изгнали Его И они Не могли Отвечая Ему Иисус Сказал О Род Неверный Доколе Буду С вами Доколе Буду Терпеть Вас Приведите Его Ко Мне И привели Его К нему Как Скоро Обесноват Увидел Дух Отряс Его И он Упал На землю И валялся Спуская Пену И спросил Иисус Отца Его Как Давно Это Сделалось С ним Он Сказал С детства И многократно Дух Бросал Его И в огонь И в воду Чтобы Погубить Его Что Можешь Жалься Над Нами Помоги Нам Иисус Сказал Ему Если Сколько Нибудь Можешь Веровать Все Возможно Верующему И тот Час Отец Отрока Воскликнул Со Слезами Верую Господи Помоги Моему Неверию Иисус Видя Что Сбегается Народ Запретил Дух Нечистому Сказав Ему Дух Немой Глухой Я Повелеваю Тебе Выйди Из Него И впредь Не входи В Него И скрикнув И сильно Сотряшшего Вышел Он Сделался Как мертвый Так Что Многие Говорили Что Он Умер Но Иисус Взяв За Руку Поднял И Он Встал И Как Вошел Иисус В дом Ученики Его Спрашивали Его Наедине Почему Мы Не Могли Изгнать Его И Сказал Им Сей Род Не Может Выйти Иначе Как От Молитвы Поста Выйдя Оттуда Проходили Через Галилею И Он Не Хотел Чтобы Кто Узнал Ибо Учил Своих Учеников И Говорил Он Что Сын Человеческий Предан Будет В руки Человеческие И Убьют Его И По Убиению В третий День Воскреснет Но И И Мы видели человека, которым именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал, не запрещайте ему, ибо никто, не сотворивши чудо имени Моем, не может вскоре заслоить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас, и кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы, Христовый, истина, говорю вам, не потеряет награды свои. А кто соблазнит одного из малых всех верующих Меня, тому лучше было бы, если бы мы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе, увечному, войти в жизнь, нежели с двумя руками, идти в гиену в вагоне угасимую, где червь их не умирает и огонь не угасает. Если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе, увечу жизнь, хромому, нежели с двумя ногами, быть вверженную в гиену. В огонь неугасимую, и где червь их не умирает и огонь не угасает. Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в царствие Божие, нежели с двумя глазами, быть вверженную в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль – добрая вещь. Но ежели соль не солонна будет, чем вы ее поправите? Имеете в себе соль и мир между соборами. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейских, за Иорданской страной, опять собирает к нему народ. И по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеев, спросили, искушая его. Искушая его, хотели искусить Иисуса Христа. Поэтому они говорят, позволить ли разводиться мужу с женой? Он сказал им в ответ, что заповедовал вам Моисей. Они сказали, Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться. Иисус сказал им в ответ, по жестокосердию вашему написал вам сию заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца и своего, и мать, и прилепится к жене своей. И будут двое одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так Бог, что Бог сочетал того, что человек да не разлучает. В доме ученикового опять поселил его о том же. Он сказал им, кто разведется с женой своей и женится над другой, тот прелюбодействует от нее. Если жена твоя разведется с мужем твоим и выйдет за другого, то прелюбодействует. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев, то Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие. Истинно говоря вам, кто не примет Царство Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложив руки на них, благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, впал перед ним на колени и спросил его, учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал ему, что же ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Жная заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжосвидетельствуй, не обижай, и почитай отца твоего и мать. Он сказал ему в ответ, учитель, все это сохранил я от юности моей. Иисус, глянув на него, полюбил его и сказал ему, одного в тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуя за мной, взяв крест. Он же, смутившись от всего слова, отошел с печали, потому что у него было большое сиимение, и, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики же ужаснулись от слов его, но Иисус опять говорит им в ответ, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Он же чрезвычайно изумились и говорили между собой, кто же может спастись. Иисус, возрев на них, говорил, человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. И начал Петр говорить ему, вот мы оставили все и последовали за тобой. Иисус сказал им в ответ, истинно говорил им, нет никакого, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время сие среди гонений во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веки грядущем жизни вечной. Многие же будут первыми и последними, и последние первыми. Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они уже остались следуя за ним, были в страхе. Подозвал двенадцать, он опять начал говорить о том, что будет с ними. И вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященником и книжником, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам. И поругаются над ним, и будут бить его, и плюют его, и убьют его, и в третий день воскреснем. Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Яков и Иоанн, и сказали, «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим?» Он сказал им, что хотите, чтобы я сделал вам? Они сказали ему, дай нам сесть у тебя по одному по правую сторону, а другому по левую в составе твоей. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься, крещением, которым я крещусь? Они отвечали, можем. Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить с крещением, которой я крещусь, будете креститься, а дать сесть у меня по правую сторону или по левую, не от меня зависит, но кому готово на. И услышав десять, начали негодовать на Якова и Иоанна. И Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князья народов и господствуют над ними, и вельможи гласуют ими, но между вами да не будет так, а кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и сын человеческий не до того пришел, чтобы мы усложили, но чтобы послужить, я даю душу свою для искупления многих».